Рога, оленя и лося, кости мамонта в бивне моржей. Для костарезов это исходный материал, который впоследствии превращается в очередной шедевр. О тех, кто дает вторую жизнь останкам и рогам, в сюжете Елизаветы Кабановой. Бормашинами пользуются не только стоматологи и мастера по маникюру. Этот инструмент является основным для людей, которые занимаются резьбой по кости. Бормашины и фрезы – лучшие друзья костарезов. Из обычных рогов и останков животных они делают предметы искусства. Пять лет назад Татьяна Адаменко побывала на мастер-классе, где и узнала о таком творчестве, как костарезанье. У нас приезжала мастер, она с Холмогор, мастер, это Галина Хабарова. Очень известный костарез, у нее семья вся очень, это самая сыновья, там даже невестка. Все вот они идут по этой династии, костарезы. И вот я присутствовала у нее на мастер-классе, мне это понравилось. Придя на работу в этнокультурный центр, ее попросили возобновить резьбу по кости в нашем округе. Так на свет появился клуб «Белая кость». Каждую субботу участники собираются вместе, чтобы не только улучшить свои навыки, но и узнать что-то новое. Среди учеников Татьяны есть и самородки. Например, Рашид Тайбарей, работу которого поместили в фонд работ резьбы по кости. Также всеми известный Дмитрий Безумов, который уже сам открыл костарезную мастерскую. Но сколько еще выйдет талантов из этого клуба, пока неизвестно. Белую кость приходят из интереса, а потом остаются и создают свои шедевры. Оно как появилось у нас в городе, этот костарезный класс. И стало просто интересно, что вообще как кость используется как материал, но в искусстве. Решил заглянуть, посмотреть. В итоге решил попробовать, и так занялся общим этим делом. Резьба по кости – достаточно трудоемкий процесс, который требует максимум усидчивости. Человеку желательно уметь хорошо рисовать и представлять предмет, просто смотря на материал. Косторезы – те же скульпторы. С костью ошибок допускать нельзя. У меня есть такая поговорка, я все время шучу, как из фильма. «Пилите, шура, пилите». Вот это основное, что должен делать косторез – это пилите, шкурить, пилите, шкурить. Это очень трудоемкая работа. И она больше подходит для терпеливых и усидчивых людей. То есть, когда ты понимаешь, что очень долго надо все делать, и только тогда у тебя будет результат. То есть, здесь очень быстро ничего не получается. Наш округ – кладезь материалов до косторезов. К слову, для того, чтобы начать работать с исходником, сначала его нужно выдержать и просушить. В среднем, рок оленя должен подождать три года, прежде чем стать каким-нибудь предметом декоративно-прикладного творчества. Рог оленя, ну вот он, с одной стороны, очень красивый, даже внутри. У него на срезе, а все рога на срезе чем-то напоминают дерево, у него разные цвета. Он пористый, да, но чем взрослее олень, когда он сбрасывает рога, тем, например, более плотный рок. И плюс рога, как вино, надо выдерживать. То есть, не подходят рога, которые только сбросили оленя. Процесс подготовки кости многоэтапный. Ее нужно просушить, обезжирить, отбелить. Клуб покупает материал у оленеводческих бригад. Но, несмотря на то, что наш округ – сокровищница для косторезов, своей школы, как, например, в других регионах России, у нас нет. Вообще, в резьбе по кости есть школа. Вот как есть художественные школы, да, также и в резьбе по кости. Это у нас, получается, холмогоры, это у нас якутская школа, это чукорская школа и тобольская школа, да. И у них у всех разные направления. Ненецкий народ чаще всего использовал кость для утилитарных вещей. Например, пуговицы для упряжи. Ну или, в редких случаях, ручки. Поэтому Татьяна Адаменко поставила перед собой грандиозную цель – экспериментируя найти тот стиль, который отличал бы наших косторезов от других. Елизавета Кабанова, Леонид Шишелов, Вадим Стасюк, Телеканал Север.